МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Зеленый свет малому предпринимательству. В республике продолжают бороться с коррупцией в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Руки мастера, нейрохирург Данила Остапенков провел показательную операцию по удалению межпозвонковой грыжи. Сто вопросов взрослому. Ученики чебоксарских школ встретились с ректором Чувашского госуниверситета. В единый день голосования 13 сентября были выбраны 3764 депутата во все представительные органы власти. Уже прошли собрания депутатов, и во всех муниципалитетах избраны главы районов и городов. До конца октября должны быть назначены главы администрации в 26 муниципалитетах республики. Сейчас конкурсные комиссии проводят соответствующие процедуры по отбору кандидатов. Сегодня Михаил Игнатьев обсудил эту проблему с руководителем администрации главы Чувашии Юрием Васильевым и секретарем Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Маловым. На встрече обсудили, как в конкурсных комиссиях идет работа по подбору кандидатов. Сейчас такие комиссии работают в 19 муниципалитетах. Сегодня работаем планово, никаких срывов мы не ожидаем и никаких угроз не ожидаем. Из 26 районов и городов у нас у 7 глав администрации сроки контракта не закончились. Вот в 19 муниципалитетах у нас будут где-то новые лица, наверное, где-то кто доказал свою деятельность, свою эффективность в процессе управления районами и городом, они останутся при должностях. Политика подразумевает борьбу определенную, но то, о чем мы сегодня с вами говорим, конечно, это нельзя политизировать, и поэтому со всей полнотой ответственности, еще раз хочу сказать, мы ищем, по каким отбор критерий делаем. Это профессионализм и ответственность. Так как за этим стоят люди, и поэтому нет стремлений, чтобы обязательно был член партии «Единая Россия», хотя у нас достойных очень много, и во главу ставим вот этот критерий профессионализма и ответственности. Глава Чуваши подчеркнул, что люди, идущие во власть, должны понимать, какая ответственность на них возлагается. Наша с вами задача, прежде всего, создавать конкурентную среду, чтобы на самом деле собрание депутатов района, города или сельского поселения могли через конкурентную среду подобрать сильных глав администрации, которые будут иметь исполнительно распределительные функции, которые будут заниматься вопросами жизнеобеспечения, прежде всего, жителей своих муниципальных образований. До 27 октября все конкурсные комиссии должны определиться с кандидатурами на должности глав администрации. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика. Противодействие коррупции в сфере поддержки малого и среднего бизнеса обсуждали накануне в Доме правительства. Глава Чуваши провел заседание Координационного совета. О том, что малый и средний бизнес, как самый гибкий сектор, поможет России сохранить долю в мировой экономике, говорили на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Иными словами, сейчас важно принять все меры, чтобы развитию предпринимательства ничего не мешало. Особенно коррупционные схемы. Как и в целом по стране, в Чувашии тоже есть проблемы, пусть и не системного характера. Подавляющее большинство фактов несоблюдения закона допущены органами местного совправления, что, на наш взгляд, требует принятия от органов власти республики дополнительных координационных мер, установления жесткого контроля за деятельностью ответственных дворостных лиц. При правильной организации работы и надлежащем спросе некоторые виды нарушений можно вообще было исключить из практики. Например, несложно обеспечить принятие на местах полнообъемных и соответствующих законодательству муниципальных программ развития субъекта предпринимательства, а также контроль за сроками и полнотой их выполнения. В Чувашии на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджетов разных уровней с 2013 по 2015 год выделено порядка полутора миллиардов рублей. Однако финансовая поддержка имеет некий побочный эффект, когда нечестные схемы используют сами предприниматели. В случае, если выявлено нарушение в части неисполнения показателей информационной карты, либо средства направлены нецелевым образом, то мы в судебном порядке или в несудебном порядке возвращаем бюджетные средства. Так, в 2013 году вернули миллион рублей, в 2014-м 4,5 миллиона, а в 2015-м 830 тысяч. По сравнению с общим объемом поддержки не так много. Собравшиеся склоняются к мысли, либо предприниматели были честными, либо контролирующие органы работали плохо. Глава Чувашии отметил, надлежащий контроль не налажен. Министр экономического развития считает, палку перегибать тоже не стоит, надо стараться искать индивидуальный подход. Ну давайте со всех сейчас будем возвращать деньги. Конечно, это нужно делать, да, понятно, что по закону это все нужно делать, но как бизнесу тогда развиваться? Я за развитие бизнеса. Правильно вы говорите, но на сегодняшний день у нас принцип бюджетирования по результатам никто не отменял. Понятно, надо бизнес поддерживать, но речь не идет о том, любой ценой. Самое главное, наша задача, принимая превентивные меры, заранее оценивая комплексно подходы того или иного заявителя, мы должны максимально снизить все те риски, которые могут возникнуть в ходе нашей совместной деятельности. За предпринимательское сообщество вступился и бизнес-омбудсмен. Видимых, я, честно говоря, коррупционных таких проявлений, возможностей проявлений даже не вижу. Почему? Потому что, во-первых, четко прописаны правила. При предоставлении этих форм поддержки, затем идет очень четкий и жесткий контроль, Михаил Васильевич. Почему? Потому что, я думаю, в первую очередь правоохранительные органы знают. Все договора, насколько я имею информацию, просматриваются сотрудниками Министерства внутренних дел. По каждому делу исследуются реальные обстоятельства. По словам Владимира Иванова, нередко предприниматели даже отказываются обращаться за поддержкой. Якобы выделяемые суммы не стоят бесконечных проверок и контроля. Итак, перед правительством стоит непростая задача. И бизнес не кошмарить и следить, чтобы деньги налево не уходили. Поработать в этом направлении предстоит руководителям всех уровней. Ольга Байрычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. В рамках окружной научно-практической конференции нейрохирургов прошла показательная операция по удалению межпозвонковой грыжи эндоскопическим способом. Ее провел профессор Южноуральского государственного медицинского института Данила Остапенков. Помогали ему хирурги нашего центра травматологии и ортопедии. В операционную пропустили и моих коллег. Межпозвонковая грыжа – довольно часто встречающееся заболевание. Причем за последние годы количество выявляемых случаев возросло в три раза. Соответственно, увеличилось и число операций. Все чаще врачи прибегают к малотравматичным вмешательствам. Мы не формируем в позвоночнике новых отверстий, в отличие от традиционной технологии. Мы используем уже имеющееся отверстие межпозвонковое. Оно довольно узкое, но с помощью специальных инструментов мы его подготовим для хирургии. Расширим, установим туда рабочий порт и через порт заведем оптику. Ну а оптика снабжена рабочим каналом, через который мы можем завести инструменты, коагулятор, удалить фрагменты. После удаления грыжи эндоскопическим способом пациенты, как правило, восстанавливаются значительно быстрее, чем после обычных операций. Уже к вечеру они встают на ноги, а на следующий день выписываются из стационара. Мы эти уже операции планируем уже начать выполнять к концу этого года. У нас вся уже почти аппаратура имеется. И вот нам дальнейшее развитие и так далее поступит. Поможет Данила Сергеевич, с которым мы будем сотрудничать. В операционной сам Данила Остапенков и хирурги Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В зале участники научно-практической конференции нейрохирурги из всех регионов Приворского федерального округа. Они не только следят за манипуляциями, но и слышат комментарии коллег. Вот это вот, здесь у нас дорсальный отдел, дорсальный отдел, здесь у нас калударный отдел, здесь у нас вентральный отдел. И диск находится, диск находится вот тут, вот тут находится диск. Впрочем, нас поражает темпы и качество развития здравоохранения в республике. Вот ведь впервые, один из первых в России у вас стал функционировать офтальмологический центр Федорова, да? Вот этот центр, где мы сейчас присутствуем, это вообще уникальное учреждение. Я знаю, что онкологический центр хороший, детский реабилитационный центр. То есть здравоохранение здесь развивается очень хорошо. И нейрохирургия в Чебоксарах, в частности, в Чувашии, является одной из передовых в нашем нейрохирургическом центре. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперин, Андрей Спиридонов. Республика. Строительство детских садов в Чебоксарах продолжается. Модернизируются и уже существующие дошкольные учреждения. Так, в одном из садиков Новоюжного района столицы Чувашии открылась новая группа для малышей. В каких условиях они будут расти и развиваться, узнавала наша съемочная группа. Как поздороваться на иностранном языке и как переводится слово «кэт»? Воспитанники 178-го детского сада знают ответы на эти вопросы. С начала нового учебного года здесь открылась английская группа развития. С самого раннего возраста ребята учатся основам не только русского, но и английского языка. В рамках программы модернизации удалось сделать многое. Мы смогли провести ремонтные работы, провести небольшую перепланировку, что позволило нам создать дополнительно 25 мест. Здесь всего 15 детей, а остальные 10 детей распределены по другим группам. Перепланировка позволила нам сохранить функциональные кабинеты, что очень важно в рамках организации образовательного процесса. Это кабинеты Центра развития и ТРИЗ-лаборатории. В последней малыши учатся мыслить творчески и нестандартно. Проект «ТРИЗ-технологии» стартовал в детском саду совсем недавно. Помимо этого сделали и ремонт в бассейне. Теперь заниматься водными процедурами стало удобнее не только воспитанникам садика, но и ребятам со всего микрорайона. Весь ремонт занял всего месяц. Теперь здесь есть 14 полноценных групп для малышей. Если мы говорим о создании дополнительных мест, то опять же говорим, ни в коем разе не ущемляем детей, которые ходят в детские сады. Конечно, деткам это очень хорошо. Родители могут идти на работу, спокойно оставив малышей в своих детских садах. В течение года было отремонтировано и переоборудовано 10 детских садов, что позволило принять еще 320 юных чебоксарцев. Работа в этом направлении будет продолжена. До конца года свои двери распахнут еще два детских сада. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Ежегодно фестиваль студенческих трудовых отрядов «Звездная карусель» собирает со всей республики самых активных участников этого движения. Сначала это были только вожатые, теперь подключились и другие. Наша съемочная группа познакомилась с участниками фестиваля на генеральной репетиции. Подробности у Юлии Важениной. Педагогические, сервисные, строительные, сельскохозяйственные и отряды проводников РЖД. Теперь все принимают участие в фестивале «Звездная карусель». 57 студенческих отрядов, а это свыше 250 тысяч парней и девушек, с гордостью называют себя бойцами трудового движения. Чувашская республика, Краснодарский край, Московская, Амурская области, города Ново-Воронеж и Мурманск. Все это географии деятельности наших отрядов. Каждый из участников трудового движения по-настоящему любит свою работу. Все свое летнее время я посвящаю лагерю, все четыре смены работаю в лагере. На самом деле очень нравится. Лагерь «Волна» – это лагерь моего детства. То есть я сама ездила туда пионеркой. Когда исполнилось 18 лет, уже поехала работать вожатой. И то есть ничуть не жалею, что там работаю, очень нравится. Студенческие трудовые отряды предлагают работу на летнее время на любой вкус. Это и строительство, и сбор урожая, и даже возможность стать частью команды проводников российских железных дорог. О наборе в республиканский отряд проводников я узнала в своем колледже. Буквально, наверное, за месяц до официального набора. И так как это была моя мечта, и так как я хотела очень сильно посмотреть Россию, посмотреть природу, именно покататься по разным направлениям, я решила пойти в отряды российских студенческих проводников. И я об этом не пожалела. Ежегодно студенческое движение обновляется и получает новые импульсы к развитию. Сотни энергичных и целеустремленных молодых людей нашей республики становятся его участниками. А в октябре у них есть возможность поделиться самыми яркими впечатлениями со своими сокурсниками. И может быть, именно после фестиваля «Звездная карусель» кто-то из зрителей решит в следующее лето непременно овладеть новой профессией. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Сто вопросов к взрослому. Ученики столичной школы номер 20 и 2-го лицея встретились с ректором Чувашского государственного университета. В разговоре участвовали преподаватели вуза, руководители производственных предприятий. Что интересует будущих студентов, узнали наши корреспонденты. Школьники по большей части интересовались особенностями технических специальностей. Все ребята – участники чебоксарских команд школьной лиги «Роснана». Возможно, они не будут связаны с производством напрямую, но заводам нужны не только инженеры, но и юристы, экономисты и айтишники, которые разбираются в технике. Именно поэтому Вадим Колобашкин советует получить качественное базовое образование, а дальше определяться со специализацией. Сегодня образование очень широкое. Объем информации, с учетом сегодняшних цифровых технологий, которые вы можете получить, он просто бесконечен. Нужно научиться выбирать, нужно научиться двигаться в этом пространстве, понимая, что тебе нужно, а что не нужно. Одиннадцатиклассникам было интересно узнать и о возможностях вуза. Есть ли вариант международного обмена? Как можно поступить в университет без результатов ЕГЭ? Реально ли совмещать учебу и практику? Андрей Александров рассказал о сотрудничестве с разными университетами. О приеме вне конкурса также подчеркнул, что стать отличным инженером можно только на производстве. Мы всегда с помощью наших партнеров, которые любезно предоставляют свои услуги, организуем экскурсии на те производства, которые захотят посмотреть учащиеся в той или иной школе. Это уже вторая встреча в рамках совместного проекта городской администрации ЧГУ. В прошлый раз был организован завтрак с ректором для учащихся 4-го лицея. В течение года такие встречи будут проходить регулярно, и это лишь часть кампании по профориентации школьников. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Сразу после нашей программы смотрите актуальное интервью. Гость программы, депутат городского собрания, председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Кузин расскажет о том, как формируется бюджет столицы республики, сколько средств недополучит в 2015 году Казнача-Баксар, какие статьи финансирования будут сокращены, а какие нет. Это все новости четверга. Я прощаюсь с вами до завтра. Впереди полезная информация для тех, кто хочет застраховать свою жизнь, и для пользователей высокоскоростного интернета. Не переключайтесь. В наше время есть вещи, которые ценятся больше, чем деньги. Например, здоровье. Его, конечно, не купить, но зарезервировать некую сумму на лечение или профилактику всегда не лишнее. Сбербанк страхования предлагает целый комплекс программ на все случаи жизни. Можно застраховать себя, близких, дом и даже банковские карты. Последняя услуга становится более популярной. Нередки случаи – мошенничество с платежными картами. В этом случае достаточно сложно любой банковской организации доказать, что это была не ваша операция, потому что используются в этом автомобиле ваши полностью данные. Банковская страховка – очень хорошая защита от компрометации данных. Компания предлагает два вида страхования жизни – сберегательное и накопительное. Их отличие в том, что в последней услуге происходит накопление процентов. С начала этого года предложением воспользовались более 8,5 тысяч клиентов Волговятского банка. С помощью программы защиты дома можно покрыть множество рисков. Сумма выплат достигает 2 миллионов рублей. Это очень актуально для районов, для сельской местности. И там тоже активно пользуются нашими услугами. Это очень удобно клиенту, плюс ко всему. Здесь, сейчас, на площадках Сбербанка, в том числе, можно приобрести вот эти защитные продукты, кроме классических банковских услуг. Сбербанк страхования оказывает страховые услуги около трех лет. За этот период организация заняла лидирующие позиции на рынке страхования. Компания предлагает своим клиентам более 32 страховых программ. В одном пакете предоставляемых услуг находится несколько видов страхования, что является безусловным плюсом для клиентов. Сбербанк страхования – это, первое, абсолютная надежность. Это высочайший рейтинг среди компаний, специализирующихся на страховании и на страховании жизни. Второе – это широкая филиальная сеть. Сбербанк страхования – это стопроцентная дочерняя компания банка, поэтому на нее распространяются все характеристики надежности. Это и достаточность капитала, и устойчивость, и перестрахование своих рисков у ведущих международных перестраховщиков. Совсем скоро на страховом рынке появится новый продукт – мультиполис. Он включает в себя все необходимые услуги по выгодной цене. Новые предложения и эффективные решения в страховой сфере позволяют компании уверенно работать на рынке и привлекать все больше клиентов. Скорость интернета, которую сегодня предлагают различные операторы связи, от 30 до 100 мегабит в секунду. Но с 1 октября на рынке информационных услуг Чувашии появилось новое предложение от компании «Инфолинк», также известный под брендом «Лайм» – 200 мегабит в секунду и всего за 445 рублей в месяц. Раньше от такой скорости пользовались абоненты, продвинутся пользователи для онлайн-игр, для скачивания фильмов, для быстрого скачивания. Теперь же мы хотим, чтобы каждый абонент попробовал такую скорость и понял, что это такое. То есть буквально любой фильм можно скачать за несколько секунд и онлайн-фильм смотреть абсолютно без каких-либо задержек. Единственное условие, которое нужно соблюсти желающим подключить высокоскоростной интернет – их оборудование должно позволять принимать сигнал. Абоненты нашей республики еще не привыкли к таким скоростям и при покупке роутеров и сетевых карт до недавнего времени не задумывались об их пропускной способности. «Сетевая карта, если при подключении она показывает, что 1 гигабит в секунду она позволяет, то значит можно либо роутер. Обычному пользователю, возможно, будет тяжело самостоятельно это определить, но если что, можно по звонку, наши специалисты сами это определят, так как не все это разбираются. Также наша компания может предоставить все это оборудование самостоятельно по приемлемым ценам, чтобы абоненту было удобно, никуда выходить в магазин, не надо было консультироваться, наши специалисты выйдут на дом и сами все это самостоятельно установят». Подключить новый тарифный план всем по 200 можно в салонах Инфолинк по адресу Карл Маркса 60А, торговых центрах Шубашкар и Мадагаскар или по телефону 2202-200. Приятным бонусом к интернету с уникальной высокой скоростью станет Lime HD Player, который позволяет смотреть телевидение на экране своего компьютера. Спасибо большое.